Девочки, всем огромный привет! Давно не было новых видео по парфюмерии. Я не остыла к парфюмерии, но я стала покупать по совершенно другому принципу. А именно, если раньше я смотрела какой-то бьюти-канал, и мне нахваливали какой-то аромат, то я бежала, заказывала обязательно какой-то отливантик, какой-то, я не знаю, пробничек, разочаровывалась, потом кому-то передаривала, а иногда вообще покупала целый флакон. И они у меня копились, копились, батареи абсолютно ненужные, и продавала я их намного дешевле. Сейчас я так не делаю, и сейчас я покупаю только тот аромат, который либо я уже многократно использовала и повторяю, вот, например, как I Love Love, у меня таких 8 флаконов законченных, 8 штук, я их обожаю, 100 граммовок. И вообще, ферма Moschino, моя любовь, когда-нибудь я отдельное видео об этом парфюмерном доме запишу, свое мнение, вообще мысли, и вообще всю свою коллекцию Moschino, она у меня тоже не такая большая, как хотелось бы, но и не такая маленькая. Так вот, я поняла, что очень многие ароматы и нахваливаю для того, чтобы потом, что делать все эти каналы парфюмерные, торговать вот этими отливантами. Поэтому главный совет, если вы только начали свой путь парфюмерии, не покупайте отливанты, а покупайте остаток в родном флаконе. Это и информативно, и аромат все равно, когда его отбрызгивает, он все равно не такой, как когда он в родном флаконе. Ну и плюс эстетика. Вот понимаете, и фреш Moschino в таком прекрасном флаконе, я тоже его купила, не полный флакон. Но это совершенно, видна философия бренда, видна вообще полностью смысл, почему он в такую форму заключен. Да, что это что-то связано с моющими, чистящими компонентами. Да, аромат чистоты, порошка, вот это вот все можно про него сказать. Или когда просто вам дают маленькую вот эту пипирочку. Это совершенно не то. Значит, что я хотела вообще рассказать сегодня? То, что я хочу сократить свою коллекцию ароматов. Мне не нравится уже огромное количество банок, склянок, особенно когда ты живешь на съемном жилье, особенно когда ты, например, не у себя дома. Я сейчас живу в Швейцарии. И ты понимаешь, что большое количество флаконов, они тебя делают менее подвижной, менее мобильной. Потому что это все коллекция, ее нужно носить, эти флаконы все имеют вес. То есть, если вы живете в своем жилье, у вас тише благодать, то тогда, пожалуйста, можете вашу коллекцию плодить, парфюмерные шкафы огромные заводить и так далее. Но если вы живете не у себя на родине, если вы просто живете в съемном жилье и вас в любой момент могут попросить со всеми содержаниями флакона, то, девочки, нет никакого смысла на это заморачиваться. Дальше. Не надо слепо верить тому, что говорят парфюмерные блогеры. Многим дают на обзор, многие просто приторговывают этими распивами и даже не всегда подлинными оригиналами. Либо старые, которые выдохшиеся ароматы, либо просто вот которые у них плохо идут, они начинают их нахваливать. Вот и все. Те, которые нужно продать, толкануть, те они и нахваливают. Ну, такова правда жизни. Значит, хотела я еще показать сегодня, какие у меня заканчиваются ароматы и кому я вернусь, кому не вернусь. Начну с вот такого абсолютно непритязательного аромата. Называется Sink Wild, то есть думай дико получается. Фирма Джорджа, Джина и Лучи. Тут красиво еще перо висело, я его сняла на брелочек с монетками. Это немецкий бренд, обычный масс-маркет, красивенная упаковка. И вы знаете в этой упаковке, что хорошо? Совпадает с содержимым. То есть действительно такая ежевичная, ягодная история. Они не приторные, они вот как голубика, ежевика, вот такие синие ягоды. Да, стойкость здесь слабенькая и раскрытие не на всех вкусное. На мне они раскрываются вкусно, потому что у меня холодная кожа, то есть у меня до сердцевины вообще в принципе не доходит. То есть вот как с лакона пахнет, так он на мне и сидит, и это мне нравится. И также у меня есть Лолик. Лолик у меня есть тоже фиолетового цвета, аметист. И тоже вот они очень схожи, вот правда. Это Лолик, аметист и вот этот Зинк Вайлд. Они, ну может быть, двоюродные сестры. Вот очень-очень похожи. И я люблю как этот, так и Лолик. Но этот более повседневный, уже как видите практически ничего нет. Сегодня выкину. Почему я показываю сегодня? Сегодня идем на мусорный пункт. Все стекло сдается, поэтому я не храню пустые флаконы. Я не вижу в этом никакого смысла для себя. Этот понравился. Крышка красивая. Все очень красиво и здорово. Следующий. И большую часть этих ароматов было куплено на Блошином рынке, кстати. Вот этот тоже. Этернити. Кельвин Кляйн. Этернити. Что я могу сказать? Его почему-то в Швейцарии очень любят. Один из самых распространенных ароматов. Красивое гордение. Красивая вот такая взрослая цветочная композиция. Под шпильку, под костюм, под забранные какие-то сверху уложенные волосы. То есть за 30 аромат. Явно тем, кому за 30. Однозначно он всем нравится. Хорошая стойкость. Но достаточно тяжелый, монотонный, скучный. И больше для меня зимний. Я его заканчиваю. И возвращаться я к нему не хочу. И вообще я поняла, что Кельвин Кляйн, опять же, для меня делает узнаваемые, добротные ароматы. Но очень-очень скучные. К сожалению. Ну, у меня их было несколько. И ни один из них вот так вот, чтобы я им пользовалась надолго, не зашел. Следующий тоже узнаваемый, всем неизвестный аромат опиум. У меня какая-то лимитка. И в Сен-Лоран. Вот, вы знаете, я от него еще от Ренаты колпачок решила надеть. Рената у меня закончилась зеленая. Очень мне нравилась. Фаберлик упускал аромат. Шикарнейший. Если найдете, обязательно берите. Практически один в один с Мюглером Аурой зеленой. Так вот, вернусь к опиуму. Действительно опиум. Действительно нравится. Обволакивает, согревает. Вот такие кофейные, грильяжные мотивы. Вкусно. Это сладко, но это дымно. Это вкусно, это интересно. И вот на этот обычный опиум всегда спрашивают. А что у тебя за аромат? Ну, его главное не переборщить. И совсем-совсем мало. Вы знаете, даже летом можно им прекрасно пользоваться. Только минимизированно наносить. Его использую и буду обязательно повторять. Дальше. Этот куплен по рекомендации с Ютуба. Цедрат. Цедрат вербена. Да. 60 миллилитров. Вы знаете, хороший аромат оказался. Фирма Прованс какой-то там. Парфюмы Прованс. Недорогой. Нанотино продается. С ликом женщины. Такая французская история. Вы знаете, если вы любите вот такую корку лимона, то вам сюда. Если вы любите просто ароматы в стиле Moschino, I love, вам тоже сюда. Очень он мне понравился. Да, он скучновато выглядит. Но мне и такой нормальный флакон. И охотно им пользуюсь. Как я, так и моя мама, так и мой сын. Поэтому вот этот цедрат вербен очень рекомендую и тоже буду однозначно повторять. Дальше. Вот этот аромат заканчивается. Что я поняла? Отто Керн Плейфул. Тоже в Германии масс-маркете продается. Красивые всякие подвесочки тут. Красивые крышки. Но абсолютно вот он какой-то невзрачный, невкусный. Какой-то закос под Crystal розовый Versace. Но все очень как-то скучно, интересно. И я его, конечно, даже не рекомендую. Этот Плейфул. Абсолютно повторять не буду. Вот этот аромат используем в качестве спирта. Называется Хирелла. Хирелла. Это закос под Шанель Габриэл. Тоже куплен в Швейцарии. Я так понимаю, что здесь это тоже один из самых распространенных. Потому что похоже на Шанель Габриэл. Стоит совсем какие-то копеечки. Стойкости вообще нет никакой. Ну вот в качестве спирта он годится. Какая-то айва легкая. В нем чувствуется. Ну вот этот мускус и айва. И в целом чувствуется, что он совершенно недорогой. И вы знаете, я устала от него. Я его использую в качестве спирта. И тоже его рекомендовать, эту Хиреллу, если вы ищете аналог Шанель. Не нужно. Он этого не стоит. Теперь давайте поговорим о моих любимцах. Что я хочу сказать, ребят. Если у вас не так много денег и вы не знаете, какой аромат купить, чтобы он нравился большинству людей. Вот купите I Love Love и купите, например, Fresh Moschino вот этот вот розовенький. Почему? Потому что в этом аромате есть прекрасная цитрусовая, апельсиновая, яркая история. Я этим ароматом пользуюсь. Моя мама пользуется. Даже моя соседка, которой 75 лет, она тоже купила себе I Love Love. И она говорит, я тоже люблю любовь. Вот этот аромат, он о любви к себе. Если вы его еще не пробовали, пока его не сняли с производства, я просто очень вас прошу, просто вот однозначно попадание 10 из 10. I Love Love стоит того, чтобы его послушать, осязать, ну и, конечно, купить хотя бы 30 миллилитров. Все в нем прекрасно. Может быть, уже очень много подделок есть на него и вариаций на тему. Является ли вариация на тему Moschino Fresh? Нет, они разные. Этот более моющий, этот более химический. Но есть в нем такие вот ноты цветов белых, вот именно я слышу в нем. И цитрус, и вот эта вкусная мыльность такая, небанальная. То есть он мне больше напоминает молекулярные цветы. И я очень довольна им. Хочу сейчас купить новый аромат от Moschino. Если я куплю, запишу видео. Но в целом, пока на сегодняшний момент торговый дом Moschino у меня является самым любимым. Да, вы скажете, это бюджетный, дешман. Дешман. Но они настолько яркие, узнаваемые, выпускают ароматы. Позитивные, ироничные. Где прекрасно все, начиная от флакона и заканчивая содержимым. Что я просто не могу не любить их парфюмерный дом. Этот аромат больше похож на пионистую историю. Да, вот пионы в стиле Versace Crystal розовую. Но с добавкой вот какого-то интересного ингредиента я вот не разобралась, что это. Он легкий. Вот сейчас я его тоже нанесу на себя, чтобы было понятней. Он легкий, очень женственный и очень стойкий. Вот здесь есть розовые цветы, но он при этом не звучит банально. И он вот достаточно узнаваемый. И еще почему-то он не пахнет, знаете чем? Вот когда были Барби, дорогие игрушки, вот они пахли. Кто 80-х, 90-х годов, те помнят запах вот новой игрушки, кукол, вот этого всего, жвачки. Вот очень-очень красиво, необычное звучание. И ты не можешь точно сказать, чем он пахнет. Вот в этом и сложность, и фишка. То есть вот эти ароматы, они вот эти стеклоочистители, чем они хороши? Они как будто бы очищают твою загруженность от всех других ароматов. Я так эту идею понимаю. И ты, получается, тоже обновляешься и очищаешь свои какие-то перегрузы парфюмерные. И ты можешь ощущать легко, сочно, по-новому. Да, вот генеральная уборка среди ароматов. Нравятся они мне, и флаконы нравятся. И, конечно же, я бы хотела и золотой прикупить в свою коллекцию. Ну, посмотрим. Вот. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Не знаю, хотите ли вы пустые баночки. Но это уже практически и было частично пустыми баночками. Напишите, какие видео вы ждете от меня. Я с большим удовольствием их для вас запишу. Напишите, что у вас заканчивается из ароматов. И напишите, что вы пробовали от торгового дома Москина. И что вы пробовали от вот этого торгового дома Прованс. Да, вот что вам тоже понравилось. Ну, это, я так понимаю, одеколоны. Да, здесь вот нота лимона и все. Я им очень довольна. На этом все. Всем всего доброго. Никакие пробники я не продаю. Распивами не занимаюсь. Просто записываю видео о парфюмерии для своего и вашего удовольствия. На этом все. До встречи. Пока-пока. Продолжение следует.